12 ноября 1933 года была сделана первая фотография знаменитого Лохнесского чудовища. Хотя снимок оказался подделкой, многие и сейчас уверены, что Несси существует. Итак, это самые знаменитые мистификации, в которые до сих пор верит множество людей. Поехали! Вскрытие Розуэльского пришельца В 1995 году английский кинопродюсер Рэй Сантилли обнародовал сенсационное видео с якобы имевшим место в 1947 году вскрытием мертвого пришельца. Речь идет о Розуэльском инциденте. Это предполагаемое крушение неопознанного летающего объекта около города Розуэл в штате Нью-Мексико, США в июле 1947 года. Начиная с конца 1970-х годов, этот инцидент стал причиной ожесточенных споров и теорий заговора, прежде всего из-за невыясненной природы обнаруженного объекта. Позже выяснилось, что данное вскрытие было не более чем фальшивка с бутафорским гуманоидом, снятая самим Рэем Сантилли. Католический Майкрософт В 1994 году в интернете появился пресс-релиз Microsoft, в котором утверждалось, что компания Microsoft приобрела католическую церковь. В документе были приведены якобы принадлежавшие Биллу Гейтсу слова, что это позволяет сделать религию проще и веселее для более широкого круга людей. Пресс-релиз получил настолько широкое распространение, что Гейтсу пришлось опубликовать опровержение. Инцидент вошел в историю как первая крупномасштабная интернет-мистификация. Розыгрыш на Мюнхенской Олимпиаде Во время Мюнхенской Олимпиады 1972 года находчивый немецкий студент Норберт Садхаус ловко присоединился к 42-километровому марафонскому забегу, когда до конца оставалось менее километра. Легко обогнал уставших спортсменов, пришел первым и оказался в центре всеобщего внимания как олимпийский чемпион. Правда, спортивная слава длилась недолго, должностные лица быстро разоблачили его. Но зато он вошел в историю как незаурядный шутник. Фальшивый Бигфут В августе 2008-го мир узнал, что наука наконец-то получила в свое распоряжение снежного человека. Правда, мертвого, но в превосходном состоянии. Об этом объявили криптозоолог Том Бискарди и два охотника за снежным человеком. При ближайшем рассмотрении, однако, выяснилось, что труп Бигфуда – всего лишь резиновый костюм гориллы. Тем не менее, мистификация удалась на славу. Фотографии резиновой гориллы в холодильнике всплывают до сих пор в качестве иллюстрации к статьям про снежного человека. Шахматный автомат Эта шахматная машина под названием «Турок» – знаменитая мистификация 18-го века. Утверждалось, что этот автомат умеет играть в шахматы, и он действительно обычно выигрывал. На самом деле, внутри сидел мастер шахматной игры, который, собственно, и дурачил наивных любителей. Однако, прежде чем жульничество было разоблачено, в число побежденных турком попали президент Бенджамин Франклин и император Наполеон Бонапарт. Первый снимок Несси В 1934 году в английском Daily Mail появился первый в истории снимок Лохнессского чудовища, легенды о котором бытовали уже давно. Автор снимка, лондонский хирург Уилсон, утверждал, что заснял монстра случайно, когда прогуливался в окрестностях. В 1994 было установлено, что запечатленная на снимке Несси фальшивка, изготовленная Уилсоном и тремя его сообщниками. Позже двое из сообщников Уилсона добровольно сознались в содеянном. Феи из Скоттингли Это серия фотографий, сделанная в начале 20 века двумя девочками-подростками, 16-летней Элси Райт и ее двоюродной сестрой. Фотографии должны были служить доказательством реальности существования маленького народа, но оказались одной из самых талантливых мистификаций 20 века. Сэр Артур Конан Дойл до самой смерти непоколебимо верил в подлинность фотографий из Скоттингли. Исчезающие блондинки В 2002 году на BBC появился материал об исследовании немецких ученых, утверждавших, что люди с белокурыми волосами рождаются все реже, а через пару столетий ни блондинок, ни блондинов совсем не останется. А буквально через год в Нью-Йорк Таймс вышла статья о том, как результаты этого исследования были сфальсифицированы. Тем не менее, глупость про исчезающих блондинок прижилась, и за эти годы многократно повторялась в разнообразных вариациях. Изображение Иисуса Христа В европейской традиции Христа принято изображать белокожим мужчиной с правильными строгими чертами лица и длинными каштановыми волосами, падающими на плечи в виде мягких локонов. Такой образ сложился к Средневековью по большей части из-за письма Лентула, которые некоторые историки считают фальшивкой. Дело в том, что Публи Лентул – это имя сенатора, которому будто бы было прислано из Юросалима одной римлянкой описание личности и изображение лика Иисуса Христа. Но по историческим источникам личность Публи Лентула совершенно неизвестна. Также письмо наполнено библейскими выражениями, которым едва ли могла говорить римлянка-язычница. Среди ученых существуют другие мнения насчет того, как все же выглядел Иисус. Например, медик Ричард Нив воссоздал, как он читает, подлинный лик Иисуса, используя хорошо известные ему судебно-экспертные методики. Это мужчина с широким лицом, светло-карими глазами, густой бородой и короткими сильно вьющимися волосами, а также довольно смуглой кожей. Ричард Нив подчеркивает, что получил скорее портрет взрослого человека, жившего в то же время и месте, что и Иисус. Но эксперты утверждают, что его изображение, вероятно, намного более точно передает внешность Христа, чем картины великих мастеров. Война миров Псевдодокументальная радиопостановка «Войны миров» Герберта Уэллса, вышедшая в эфир 30 октября 1938 года, вызвала панику у миллионов жителей восточного побережья США и части Канады. Радиоспектакль был сделан в виде репортажа о реальном нашествии марсиан. Достоверность постановки придавала игра с радиошкалой, то есть включение в эфир других станций, и фиктивное обращение президента Рузвельта. Приняв все за реальность, люди бились в истерике, выпрыгивали из окон, хватали первые попавшиеся под руки и выбегали из домов. Воинственно настроенные граждане требовали открыть арсеналы и раздать народу оружие. К счастью, к утру страсти улеглись, люди стали успокаиваться и возвращаться по домам, а Орсон Уэллс вошел в историю как человек, которому удалось напугать Америку. А на этом сегодня все, и не забудьте подписаться. Моя мастерская, твое настроение.